Это не были лозунги демонстрантов Иваново-Вознесенска во время революции 1905-го или 1917-го годов. Это были лозунги молодых художников, вышедших нашествие по улицам Иваново в мае 1988-го года. Арт означает искусство! Творческая молодежь, объединяйся! Художник, ты не ладей! Далой шлопство в искусстве! Даешь искусство! Встреча выпускников Ивановского авангарда. На площадках Немлофт открылась выставка Союза независимых художников Арс спустя 30 лет после своего рождения. Это проект представления работ художников 80-х годов, которые тогда были молодые, амбициозные, талантливые, но не могли выставляться. И поэтому они решили проявить такую свою волю и создали альтернативный союз художников, который помог им потом выставлять свои работы, представлять свой союз не только в Иваново, но и в городах России, и даже в Лодзе, в Польше. Оранжевый шар встал визитной карточкой арсовцев. Символ молодости и свободы. В Союз входили 17 человек. Как говорят сами независимые художники, 16 талантов и один гений. Последний – это всемирно известный Сальвадор Дали. Мы послали билет, членский билет Сальвадору Дали, и уведомление о том, что он принят в Союз Арс независимых художников. Хотя он сам был независим. Но наши злопыхатели говорили, как только Сальвадор Дали получил это извещение, так он и скончался. А я вижу в этом то, что Сальвадор Дали сказал – все, я выполнил все. Я даже принят в городе Иваново, в родине Первого Совета, где был запрещен. И поэтому я, говорит, спокойно могу уйти в вечность. До Арса ничего подобного на родине Первого Совета не было. Спустя 30 лет их называют новаторами и открывателями авангардного направления в живописи. Тогда для представителей старой школы они были выскочками и нарушителями традиций. Их идеи и взгляды отказывались принимать всерьез. А молодые художники пытались отстоять свое право на творчество вне рамок канонов. Первое публичное представление их работ состоялось в 1982 году и называлась «Выставка отверженных». Якобы мы бунтарим, мы ломаем, мы там против кого-то. Мы не были против. И когда я говорил о том, что мы единственное, что хотим, быть не зашоренными, чтобы была возможность показать все, что делает художник. Работы художника – это его высказывание. Можно запретить выставляться, но нельзя заставить замолчать. Именно поэтому большинство картин даже слишком кричащие для своего времени. Она написана еще тогда, когда была советская власть, была мечта построения коммунизма. Мы шли успешно одну пятилетку за другой пятилеткой. Я мог отобразить эту идею только символически. Другого способа, эту величайшую идею, которая захватила Европу, Америку, другие страны. И вот я написал вот эту символическую картину «Призрак коммунизма бродит по Европе». Экспозиция продлится до 17 февраля. Многие из этих работ раньше никогда не экспонировались. В 80-х художников ограничивали. Картины видели только свои – «Арсовцы» и их ближний круг. Так что этого вернисажа большинство картин ждали долгих 30 лет. В них запечатан дух того времени, атмосфера бунта и первые глотки свободы. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова. Субтитры создавал DimaTorzok